Первая заточка ножа и мой отзыв о моей новой точилке для заточки ножей с сайта Алиэкспресс SciTools S09. Всем мира, добра и любви! Сегодня я продолжаю знакомиться с моей новой точилкой для заточки ножей, которую можно купить на сайте Алиэкспресс, ссылка будет в описании под видео, и которая является одним из главных конкурентов для таких точилок, как Ruixin Pro RX 009, SciTools K09 и подобным точилкам. В этом видео я буду затачивать вот этот шеф-нож на этой точилке и поделюсь с вами своим мнением о данном станке для заточки ножей. На сегодня, на сейчас, на момент обзора, а был уже обзор этой точилки у меня на канале, где мы проверяем минимальные и максимальные углы заточки на этой точилке, точность поворотного механизма и, в общем, говорим о этой точилке. Вот сегодня, на момент вот той информации, которой я владею этой точилке, я могу сказать, что это однозначно лучше точилка, чем Ruixin Pro RX 009. Вот сейчас даже не могу представить себе, что есть в точилке Ruixin Pro RX 009 лучше, чем вот в этой точилке. Поэтому, если бы я сегодня, вот сейчас покупал себе точилку, я бы однозначно выбрал вот эту точилку. Но не стоит спешить, поскольку еще не было заточки ножа на этой точилке, а бывает такое, что во время заточки проявляются какие-то проблемы. Поэтому свой последний вывод о этой точилке я сделаю, конечно же, после заточки вот этого ножа. Как раз сейчас я его буду затачивать. И вот из преимуществ, сразу же хочу сказать, здесь поворотный механизм из коробки, который позволяет поворачивать нож на одну и на другую сторону, за рукоять держась, сейчас вы это увидите. И уже наличие точной настройки регулировки угла заточки из коробки. Вы можете менять этот механизм или же вот этот, что вам удобнее. То есть, здесь все тоже есть, что и на Ruixin Pro RX 009, если вы установите вот штангу, или же установить вот такую рейку или резьбу для точной настройки регулировки угла заточки. Что касается набора. Здесь набор камней, очень хороший набор, максимальный, который, ну, как бы я, я использую, я использую 200, 400, 800, 1500 и 3000 грит. Дело в том, что это камни от Cytus. У меня такие же есть рабочие камни, только на алюминиевых бланках. Поэтому, конечно же, я буду использовать свои, не буду начинать новые. Но если вы покупаете эту точилку, обязательно считайте, поскольку набор камней стоит полточилки, например, или даже дороже. Он стоит, если не ошибаюсь. И получается, что выгоднее покупать уже такой максимальный набор с точилкой, поскольку потом будет дороже это. И откладывать, если у вас есть какие-то уже рабочие, а потом начинать уже новый набор, так буду делать я. Если закончится этот набор, рекомендую покупать на алюминии. Алюминий на алюминиевом бланке, он немного дороже. Он такой же, алмаз такой же, я вообще разницы не вижу, не ощущаю в качестве алмаза, только вот бланк другой. И можно покупать отдельно вот эти наклейки алмазные. И самому просто наклеивать на алюминии, и это будет дешевле вам, чем покупать каждый раз новый камень. Вот есть такой лайфхак и такая возможность у этого производителя. Можно покупать вот эти алмазные наклейки отдельно на ваши бланки. В принципе, я все рассказал, что хотел. Сейчас буду затачивать нож. Ну и в конце видео, конечно же, вернусь к вам и расскажу о своем впечатлении у этой точилки после заточки данного шеф-ножа. Поехали! И так же, я не думаю. Вот último шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеф-шеффоль. Продолжение следует... 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 если вам этот чемоданчик нужен, а он такого себе там качества, недолго, я считаю, он будет служить, если его использовать постоянно, ну тогда, да, 009. А так по точилке, как бы здесь все в сторону этой точилки. Поскольку даже вот наличие вот этого механизма, то есть штанги и шарнир, позволяет как бы вообще устранить даже проблему с шарниром, если у вас есть необходимость затачивать ножи подлиннее, чем 20 см. Это, конечно же, только мое мнение, это только мое мнение. Вы сами решайте, вы получили информацию, анализируйте эту информацию и решайте, какая точилка для вас будет интересная. Цель моих видео просто предоставить вам нужную информацию для анализа, чтобы вы для себя решили, что вам лучше и потом не разочаровались, когда сделаете там свой выбор. Больше информации смотрите другие видео, другие отзывы. Надеюсь, зрители, у которых есть эта точилка, которые пользуются дольше уже этой точилкой, поскольку у меня это была первая заточка, сейчас опустятся в комментарии и напишут свой отзыв о этой точилке. Возможно, вы увидели какие-то дополнительные проблемы. Возможно, со временем что-то здесь изнашивается, появляется, проявляются другие проблемы. И такое не исключение, поскольку время покажет надежность этого поворотного механизма. Сейчас он достаточно точный, мы проверяли на обзоре, и, в принципе, работать комфортно. К чему придраться вот сейчас, кроме вот шарнира, если есть необходимость заточки ножей подлиннее, я не знаю. Если у вас есть проблемы с этим, на Ruixin Pro RX 009, и здесь они будут, поскольку зажимы раздвигаются практически на то же расстояние. Если нет проблем, значит и с этой точилкой не будет. Как бы вот так. Вот такое получилось видео, вот такой мой отзыв о данной точилке для заточки ножей. Если будут какие-то дополнительные вопросы, пожелания в использовании этой точилки, пишите в комментариях под данным видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и любви.